Время новостей на телеканале Дома. Самых важных и актуальных событиях в студии в прямом эфире рассказываю я, Андрей Джуджула. Добрый день. Виновным в авиакатастрофе Боинга Мау в небе над Тегераном грозит три года тюрьмы. Заместитель генерального прокурора Украины Гюндус Мамедов рассказал, что по Иранскому уголовному кодексу за непредумышленное убийство или убийство по неосторожности предусмотрено три года лишения свободы и выплата денежной компенсации семьям погибших. Однако остается открытым вопрос, понесут ли наказание за ракетную атаку должностные лица Ирана. Боинг 737 украинских авиалиний, следовавшие из Тегерана в Киев, сбили 8 января. Погибли все 176 человек на борту. Из них 11 украинцев. Иранские власти признали, что сбили самолет ракетами. Работа электрокаров на пропускном пункте станицы Луганская возобновлена. Представители гуманитарной миссии пролеска подчеркивают, бесплатные перевозки на линии соприкосновения доступны для лиц с инвалидностью пенсионеров, беременных и малолетних детей в сопровождении взрослых. Волонтеры говорят, после каждого рейса в электрокарах дезинфицируют все поверхности. На КПВВ станица Луганская пропуск открыт с 10 ноября. Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак госпитализированы, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель. Сейчас президент и глава офиса находятся в изолированных палатах и оттуда продолжают работать. COVID-19 выявили у Владимира Зеленского в понедельник, 9 ноября. Украина получит 8,5 миллиона доз вакцины от коронавируса в рамках программы COVAX. Это глобальный механизм по обеспечению вакцины против COVID-19. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Лешко. Он отметил, что ближайшее заседание правления COVAX состоится 19 ноября, после чего будут известны ориентировочные сроки поставок. Украина потрапила до переліку 92 країн, которая получит або специальную рынковую цену, або вакцину в рамках механизма COVAX безоплатно. Сегодня мы четко понимаем, что мы получим 20% к количеству доз, что будет доревнювать 20% от количества населения. Мова идет, если мы перераховываем сегодня от нашей официальной статистики про максимум 8,5 миллионов доз. И именно этот первый транш мы ожидаем в размере 3% – это 1,25 миллиона доз. Напомню, сегодня в Украине новый антирекорд по суточному приросту заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявили 11 тысяч 57 инфицированных. А общее число случаев COVID-19 с начала пандемии превысило отметку в 500 тысяч. При этом вылечились более 227 тысяч украинцев. Режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили до конца года. Кабинет министров принял такое решение в связи с ухудшением эпидемической ситуации в стране. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подчеркивает, украинцам не нужно этого бояться, поскольку режим ЧАЭС никак не ограничивает права и свободы обычных граждан, в отличие от режима чрезвычайного положения. Больше о правилах, которые предусмотрены при чрезвычайной ситуации, смотрите в программе «Пять вопросов на злобу дня в 15.30 по киевскому времени». Режим чрезвычайного ситуации практически не предусматривает ограничений права и свободы граждан. Это надо понимать, поэтому это больше касается органов государственной власти. А режим чрезвычайного положения действительно, он может касаться непосредственно на ограничении прав граждан. Возможно, поэтому это и пугает. Сдай кровь, спаси жизнь. В столичном Ахмадите прошла акция сдачи крови для детей, пострадавших от автомобильных аварий. Ее провели в рамках всеукраинской недели безопасности дорожного движения. Все желающие могли стать донорами и помочь пополнить банк крови, который постоянно испытывает дефицит. К акции присоединились сотрудники полиции, судебной охраны и Укртрансбезопасности. Мы привертаем увагу и пересечных граждан, и всех небайдужих людей, которые смогли долучиться к этой акции и сдать кровь, чтобы защищать жизнь людей. В травматологию данной лекарни привозят самые сложные случаи, которые в Украине, детей, которые пострадали в дорожных транспортных пригодах. Миссия Международного валютного фонда посетит Киев до конца года. Об этом сообщил глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко. Окончательные даты визита МВФ определит после решения ключевых вопросов в нашей стране. Ситуации с Конституционным судом и антикоррупционной деятельностью, проектом госбюджета на 2021 год. Глава НБУ отметил, что наибольшее беспокойство вызвало решение КСУ. Однако своевременная реакция президента Украины позитивно повлияла на отношения МВФ. Найбільшее занепокоение своего времени вызвало решение Конституционного суду. Но Володимир Зеленский был предоставлен в своей реакции на такие вызвания от Конституционного суда. Читкие меседжи, которые давал президент, показали, что в Украине нет другого шляха, и Украина будет докладать усех усилий для того, чтобы надалее поддерживать антикоррупционную инфраструктуру. Тропический шторм ЭТО повернул побережью американского штата Флорида, угрожая четвертый раз за неделю обрушить на сушу шквальный ветер и ливни. Власти штата объявили о чрезвычайном положении в 13 округах. Скорость ветра достигает 110 км в час. Ранее ЭТО спровоцировал наводнения в десятках населенных пунктов на побережьях Мексики, Никарагуа и Гондураса. Вода из реки пошла с таким сильным напором, что дом сразу затопило. Мы собрались вместе. Одни соседи схватили баки, другие плиту, третьи посуду и кастрюли, матрасы. И это то, чем мы пользуемся сейчас. Это один из наиболее пострадавших районов. Рядом с городом Типититан есть общины, отрезанные из-за разрушенной дороги. Там есть затопленные фермы и домовладения. Пока оттуда никак не выбраться. Крупнейшую в истории Украины партию использованных батареек отправили на переработку в Европу. Волонтеры со всей страны за 7 лет собрали около 2 миллионов батареек. Это 37 тонн элементов питания. Общественные активисты отправили их на перерабатывающий завод в Румынию, где их утилизируют с соблюдением международных экологических норм. По словам волонтеров, наша страна ежегодно закупает до 162 миллионов батареек, но утилизируют лишь 4% из них. В Украине немае предприятия, которое могло бы перерабатывать батареек. Воно сейчас только в Европе, поэтому мы налагодили, что организация батареек, сдавайтесь, вывез батареек на завод GreenVee в Румынии. И для того, чтобы там перерабатывать батареек, нужно платить. Система подсчета пассажиров в общественном транспорте устанавливают в Виннице. Небольшая видеокамера с компьютером прослеживает весь маршрут, фиксирует скорость и оповещает контролеров, где больше всего зайцев. Как это работает, видели наши корреспонденты. В этой маленькой коробочке, которая незаметно с первого взгляда, автоматизированная система подсчета пассажиров. Она состоит из камеры, микрокомпьютера, системы управления и датчиков открытия и закрытия дверей. Техника считывает, сколько пассажиров заходит и выходит на остановках. Информация поступает диспетчером. Вот мы видим на карте, на этой остановке 12 человек зашло, один человек вышел. Эту систему разработали винницкие специалисты. Сейчас ее устанавливают в местном общественном транспорте. Техника отслеживает и маршрут автобуса, учитывает и скорость его движения. Данная система работает по принципу, мы его называем оптичный принцип. Алгоритмы и принципы работы запатентованы также нами. Наши алгоритмы распознают количество людей, которые заходят и выходят. В онлайне они могут видеть, где сейчас перегрузка, чтобы развантажить маршрут. Система подсчета поможет установить точное число пассажиров и самые популярные маршруты. Так будет понятно, где нужно добавить автобусы, трамваи или троллейбусы. Сегодня установка системы облика пассажиров даёт такую возможность сегодня обруховать пассажиров, которые используются транспортом, и выйти на какие-то реальные цифры, и тогда, соответственно, уже делать анализ, выходя из этих показателей. А еще умная система определяет зайцев и отправляет к ним контролеров. Самая честность, ответственность какая-то, а не просто сесть и проехать с зайцем. Систему подсчета пассажиров установят на всех маршрутах общественного транспорта в городе. Иван Дмитриев, Арина Кантонистова, Винница, Твой дом. Арина Кантонистова, Винница, Твой дом.